Оба спортсмена уже подбодрили себя боевыми выкриками. Давайте посмотрим, Густаво Трухилио против Лоренца Хан. Трухилио в черно-желтых. В черных, да. В черно-желтых Лоренца Хан. Ну и сразу мы видим, что Кубинис пытается за счет длинных рук удержать соперника на дистанции. Это было предсказуемо. И действительно, такое существенное преимущество в речи у спортсмена с острова Свободы. Хорошо. Правый через ручку. И тут же ответ размашистыми ударами в исполнении Ханта. Лоренца причем показывает, что абсолютно не боится ударной мощи своего соперника. Подставляет лоб под удары. Здесь понятно, это одна из фишек тоже защитных в боях без перчаток. Потому что, если попробовать пробить голой рукой в лоб, то, в общем, руке-то это и не понравится. Да, потому что этот турнир... Ой-ой-ой! Падает лицом вперед Хант. А я не очень понял, что произошло. А встретил его, судя по всему. Да, да, да. Просто молниеносно, абсолютно как-то неожиданно... Не читался это туда. Абсолютно. То есть, вот действительно. Как бык побежал на соперника Ханта и нарвался на сильнейший удар, которым их случилось. Настолько это было незаметно, неожиданно. Мы видим, что Хант готов продолжать. То есть, он был потрясен, безусловно, колени гуляли, глаза блуждали. Но и вот это рассечение, безусловно. То есть, сейчас он восстановился, пришел в себя, обрел фокус, так сказать. Но ему лучше бы не разговаривать, конечно, по большому счету. Тут все возмущение не высказывать. Но так зато будет. Интересный Коакин Феникс. Смотрим, смотрим. Коротенький справа. Очень короткий, да. Но очень точный. И вот так прям руки вперед. Как будто нырял в пол сейчас Лоренцо Хант. Ну и занырнул, будь здоров. То есть, я не исключаю даже, что Российского тут получил от удара о пол. Бам. Нет. Нет, он другой стороной упал. То есть, здесь четко сверху вниз. Да, ну как грамотно. Да, вот тайминг хороший. Щелк просто и все. Причем немножко на отходе, да, начал бить, насколько я понимаю. Уже начал двигаться вместе с соперником назад. Ну, отшаг сделал. Вот, смотрим. Еще раз. Вот, скручивая как раз корпус. То есть, ну, это к вопросу о том, что Бэр Накл называют пьяной дракой в баре. Вот, смотрите. Отличная работа навстречу. Идеальный просто тайминг. Да, да, да. То есть, очень хорошо подошел к сопернику. Принудил пойти вперед. Ну что ж, второе выступление в рамках промоушена Бэр Накл FC. Вторая победа в первом раунде. Отличная работа в рамках промоушена Бэр Накл.